Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители моего творчества! Я решил умраться отойти от летсплеев и заняться влогами, первый мой влог пока что без вебки, но с моей фоткой над скамейкой, как будто я там сижу в таком красивом саду, сегодня речь пойдет о первом празднике весны, о международном женском днем, и тем самым я хочу поздравить всех девушек с их днем. От всей души желаю вам здоровья, любви, счастья, успехов и добра, благополучия, семейного уюта и тепла. Я подобрал несколько стихов и анекдотов на сегодняшнюю тему, сначала начнем со стихов, а потом плавно продолжим анекдотами. Первое стихотворение Желаю счастья и любви, а не дороже всех подарков, и пусть сбудутся мечты, прекрасный день, 8 марта. И третье стихотворение С днем 8 марта, вы прекрасны всех, пусть же в вашей жизни будет слышен смех, пусть улыбка счастья светит всем вокруг, и с вами рядом будет верный друг. Удивляйтесь собою, восхищайте, дразните, пусть же интересны будут ваши дни, пусть судьба одарит миром и добром. Радостью и любовью ваш наполнит дом. И пока не забыл, хочу поделиться новостью насчет цветов. Мужики, купайтесь осторожности, вашим дамам цветы. А то поговаривают, что многие были заражены какой-то букашкой. И на этой ноте переходим к эмунистической части моего влога. Если 8 марта вам подарили не то, о чем вы мечтали, значит в следующий раз мечтать надо гораздо кромче. После праздников мы с подругой щегляли в подарках, сделаем друг другу на 23 февраля и 8 марта. Она вся такая в норковой шубе, а я весь такой в новых носках, трусах и зонтиком. Дорогой, а ты что мне подаришь на 8 марта? Ну, что-нибудь такое от души. Лучше бы от Версачи. Один мужик на 8 марта изменил жене. Какой-никакой сюрприз. Было это в классе третьем или четвертом. Мне суть важна. Только с 8 марта мы наших одноклассниц не поздравили. Подарки им не вручили. Наша классная руководительница сказала. Как же вам не стыдно, мальчики. Мишка старосты наших поднял руку и сказал. А они нас с 23 февраля не поздравляли. Но ведь мы, ведь вы пока не военнослужащие. А они еще не женщины. Класс дружно заржал. Короче, на следующий год одноклассницы нас с 23 февраля поздравили. И подарки нам вручили. А мы им на 8 марта сделали ответную любезность. Равноправие было восстановлено. Вот этот анекдот как раз в тему. Когда появился равноправие, тогда и родился этот праздник. Кому это интересно, как появился праздник 8 марта, можете погуглить. Хочу поблагодарить всех тех, кто меня смотрит. Пожелать вам удачи и успехов. Всем спасибо и до новых встреч. Увидимся в следующий раз. Счастливо. Продолжение следует...